Вот пишет нам человек в чате, как же быть с разницей во времени, если Америка и Хабаровск рядом. Я уже сделал ролик и показал, я не знаю, в эфире я точно показывал, как солнце идёт. Давайте я ещё раз покажу в онлайне, где Америка, где... Так, смотрим внимательно, выигрыш обязательно. Внимание на экран, ещё раз показываю. Индию узнаём, Китай тоже узнаём. А вот пласт земли, который нам не нарисовали. Вот здесь находится США, здесь находится Канада, а здесь уже находится Хабаровск. А солнце, вот вам я дугу сделаю. Вот почему разница, я вам покажу, уважаемые слушатели и зрители. Почему в Хабаровске ещё темно, а в Америке ещё светло. Потому что вы смотрите на континент, на который вам, нам подсунули. А я вам показываю, уважаемые слушатели и зрители, континент, который чудом сохранился. Вот этого, назовём его, группа аппендикса на наших картах нету. Но он есть. И ещё примечательный момент. Вот эта земля, кстати, она подписана как Грой Ленд. Она тоже на наших картах не отображена. Отображена только вот эта Скандинавия, или как мы её любим называть, тут Швейцария, да, там. Ой, прошу прощения, не Швейцария, а Швеция и так далее, да. Там Финляндия. А вот то, что выше, вон, это нету. И вот самый теперь сюрприз. Видите, там, где находится Москва, это сидит Емельян Пугачёв. Вот и всё, видите, он подмигивает нам, вместе с Распутиным одним глазом. Передаю слово. И жду, кстати, это, в чате комментарии, понятно ли я пояснил, почему, почему солнце там светло, там темно. Подскажите мне, пожалуйста. Если непонятно, я буду неустанно повторять. А сейчас я это, пока я буду делать калаш. Тут Лёля Маршал пишет. Я сейчас подумал о городах-призраках в Китае. Может, они стоят, ну, строят, наверное, написать, хотел написать. Может, они строят для того, чтобы, для катаклизма в Америке, там же рядом выходят. Запросто, запросто. Будут уничтожать этот кусок земли какую-то часть жителей, возможно, по каким-то мне неизвестным причинам, с этого гигантского аппендикса, они перевезут вот в эти пустые города. Только так можно объяснить пустые города. Это первый вариант. Второй вариант. Еще из соседних ячеек, может быть, как говорится, беженцы. Им тоже надо где-то жить. Там на границе растаможку они проходят, а не на ослах. Нет, они сертифицированных пытаются ворваться к нам. Вот, поэтому шутки шутками, а экватор, а экватор закопали и замок повесили, написали. У папа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил. Все, экватор посадили под домашний арест, чтобы он не вякал, не бякал, не чмякал. Мне понравилось первое интервью моряка, может, кто-то помнит старый, это, не знаю, жалко, что не общаемся с Кореей, парень такой хороший, Данила. Вот, и он же с моряком общался, который вообще везде все исплавал. И он у него спрашивает за южные широты. Он говорит, какие южные широты? Нету никаких южных широт, никаких экваторов. Никогда их не видел. Вот. И зачем он, прямой трансляции уже показывал, это Николай Юрченко, второй помощник капитана ВКонтакте, написал сообщение мне, прислал кучу видеороликов. После того, как я заявил, что Америки нету, Африки нету, в общепринятом плане континентов, он подтвердил, что мы ходим из порта в порт по маленькому отрезку. Мы не огибаем никакие континенты, никаких Америк никто никогда не огибал. Военный моряк Алексей наш, известный, он сейчас занят важными делами в разъездах, он скоро вернется в эфир. Десять лет, как говорится, по морям отходил, никакой Америки не видел. Это все брехня. Это для, как говорится, нездоровых людей, нездоровая пища. Кто продвигает, что континенты Америка существуют, заведомо является преступником. Нездание канонов не освобеждает, как говорится, от ответственности. Вы вот просто не поленитесь, вы просто можете поверить мне на слово, а потом проверить. Вы знаете, как в так называемой... Вечно с этими кореями путаюсь. С Северной Кореей, там где у них Советский Союз, какие у них песняки. Вы офигеете. Вы когда услышите, какие они песняки поют, вы ахнете. Все песняки, правильно, мелодии, это нашего Советского Союза. Все без исключения. И народные, и хороводные, и там... Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. Вот, вот в Северной Корее поют советские песни на своем... Тянь-нянь-нянь... На своем кошачьем... кошачьем наречи. Да просят мне корейцы за мой такой юмор. Но переходите на славянскую речь, и вас все будут понимать. Да, на самом деле это все очень интересно, и очень много еще есть неразгаданных тайн. Ну, я хочу сказать, что не только вот в Корее, но и также китайцы очень любят копировать советские и русские песни. И не копировать, а прямое идет ихнему руководству распоряжение нашими оккупантами. Здесь вы будете носить вышиванки, здесь вы будете носить чалму, здесь вы будете носить, как она там называется, что лицо закрывает же, паранжу. Здесь вы будете, скажем так... Как это называется, эта одежда у казаков, что потом грузинам якобы передали. Ну, в общем, смотрите, каждому народу, каждой национальности, вы заметите, я специально делю народ и национальность. Народ это мы, потому что мы, как говорится, появились в этой вселенной очень давно. Ну, и все наши боги, это, по сути, наши прародители. Вы, пожалуйста, всегда это помните. Ничего мистического. Так же ж вы для своих потомков через миллион лет будете являться богом. Потому что вы после себя оставили, как говорится, наследие. Вот. А другие уже национальности, они уже привнесены из пекельных миров. Вот разницу ущучьте, пожалуйста. Народ это кто прибыл с верхних миров прави и слави, с миров сварги. Это народ. А национальность это та, которая прибыла из миров нави. А мы живем в мирах яви, земного типа. Вот в чем разница. Поэтому никогда мы не договоримся с ними. Мы можем их научить самым простым вещам. И они будут им следовать, согласно тем знаниям и данным, которые мы дали. Но развиться они не могут. Потому что вы не пытайтесь из калькулятора Советского Союза сделать игровую приставку, на которой будет идти игра Ведьмак 3. У вас не получится. Вот Белорозовый, это качественный, как говорится, компьютер. Очень высококачественный. Там мегапроцессоры. Хороший интернет. Подключение к информационному полю. Да, маленько вирусными программами нам почикали возможность подключаться к информационному полю. Поэтому приходят специалисты, которые начинают, вначале по-доброму, подключать к информационному полю. Как там? Ну, пускай будет Будда, да, будет. Если не получается, уже в минуту неминуемой гибели, уже приходят Прометеи, которые принудительно подключают к информационному полю. А после Прометеи уже приходят чистильщики. Это безнадега, когда в муравейнике есть 100 зараженных муравьев, и, к примеру, тысяча из-за них могут погибнуть. Поэтому чистильщики их просто уничтожают. Вот мы, человечество, вот пчелы, да, вот часть из нас как бы проснулись, и мы здоровенькие, да, а часть хворые. И эти хворые нас своей хворобой опять могут заразить. С кем поведешься, того и наберешься. Вот, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Ну, кстати, насчет дружбы и исключения. Многие, кто вот знает моих друзей, они даже не понимают, как мы, как я общаюсь. Ну, это, ну, ладно, это дружба, это отдельная тема. Поэтому вселенная, она работает по одному принципу. Санитары всегда были и в лесу, это волки, и в нашем человеческом обществе. Приходят санитары, чистильщики, которые гниющие, как говорится, тельца, аннигилируют. Приходят санитары. Субтитры создавал DimaTorzok